Всем привет друзья сегодня четверг и сегодня мы с ребятами идем в поход в горы Канадка нам не нужна оказаться на кульца и как красиво Всем привет меня зовут Азамат я занимаюсь сейчас ну так скажем сейчас мир переходит в новую эпоху и люди становятся осознанными люди становятся более восприимчивыми более чувствительными и я являюсь тем наверное мостиком который помогает людям перейти в эту осознанную жизнь и у нас есть в горах ретрит центр 180 кемпинг где мы занимаемся ну так скажем мы занимаемся изменением состояния людей если человек нам приходит выгоревший уставший где-то в чем-то может быть заблудившийся проживающий определенный стресс в жизни то мы помогаем все наладить поменять состояние вывести человека на новый уровень сознания расширить его границы убрать страхи и наполнить о том что жизнь это прекрасно о том что жизнь это легко и вернуть некое состояние детства все внутреннюю история я чувствую я себя чувствую как раз таки когда прорабатываешь все внутренние какие-то обиды с нами дети на и высокой компания проходим провала звукового у тебя ушах начинает звенеть от тишины от тишины звене suffering да звеня еще и тишина да хахахахаха они скажут что ли нужно или нет мы не знаем мы говорим я приехал вчера в Крикстане, Таджикистане, Узбекистан путешествуют? путешествуют и приезжают спасибо вы с кемпатами? Ждем, пока включат канавку, какие-то технические неполадки. В четверг у нас будет день молчания, то есть для всех, кто хочет тут реально качественно отдохнуть, без телефонов, побыть в молчании, заняться медитацией, йогой. Среда это гвозди мы проводим, а опять в субботу-воскресенье я веду свою авторскую программу. Сейчас в наше время модно быть собою. Что это значит? То, что каждый человек обладает какой-то индивидуальностью и уникальностью, но есть определенные ограничения, которые страхи наложены, которые не дают человеку эту суть свою высвободить, показать. И задача собирать на этом подкасте людей, которые уже смогли раскрыть свою какую-то уникальность, не побоялись, набрались смелости, пойти против всего, скажем, общества, против всех каких-то наложенных стереотипов. Пусть это люди творчества, режиссеры или какие-то предприниматели, которые создают инновационные какие-то новые проекты, вообще сумасшедшие. И вот таких людей я хочу вытягивать на разговор. Когда мы находимся в условиях мегаполиса, города, мы погружаемся в определенную такую иллюзорную реальность. Нам кажется, что мы куда-то торопимся, нам кажется, что мы куда-то опаздываем, мы суетимся. А когда мы суетимся, если вообще разобрать слово суета, то в основе лежит суть не та. То есть суета – это болезнь современного... Вот мистер суета. Суета – это когда суть не та, когда суть потерялась, когда ты потерял, по сути, цель, и начинается вот это состояние тревожности, реальность. Вот она реальность, то есть она... Ничего не поменяется здесь, суть останется той же. А в городе мы постоянно в движении, и картинка внешняя, она постоянно меняется, но она иллюзорна. Мы пытаемся захватить постоянно движущиеся предметы и сделать их стабильными. Но стабильность, она только внутри тебя. Когда мы идем в горы, мы можем вот с этим состоянием стабильности соединиться, с этой мощью, с этой энергией, с этой природой, и увидеть свое отражение вот в этом. Прошло? Основной бизнес у меня – транспортные перевозки, компания «Первый транзит». Помимо этого, я занимаюсь рестораном «Фурманову», то есть овладельцем являюсь зикой в кафе «Оке-поке». Меня зовут Азамат, я являюсь основателем первого в Казахстане ретрит-центра «108 скейпинг». Мы находимся в горах, тоже очень красивый такой. Да-да-да, вот это наше место, прекрасно, вот такой вот красивый вид очень. Да, и, ну, самая ценность, наверное, большая того, что мы делаем, мы возвращаем человека в его естественную природу, и вот в этом возвращении раскрывается уникальность человека, и мы учимся говорить через сердце. Я занимаюсь земледельем. Вау! Три года назад я просто встал и хлопнул дверью в офисе, и ушел из этой вот всей суеты, мне показалось, что я делаю что-то неправильное, ну, и пошел заниматься землей. Меня зовут Данил, я фрилансер, режиссер, продюсер, иногда монтажер, колорист, но мы снимаем рекламу. Меня зовут Денис, я стоматолог, основал клинику одну, потом вторую, занимаемся различными сложными операциями, вот, ну, это уже медицина. Ну, что еще сказать, хожу в горы, 40 лет, не ем мясо, вот, очень рад знакомству, на самом деле. В горы хочешь служить? Я Серега Кожевников, у меня основной бизнес – это прокат фото- и видеооборудования. Второе направление – это развиваю спортивное сообщество. Моя основная такая миссия – объединять. Вот сейчас подъезжаем на 3200, и отсюда мы стартанем, поднимаемся. Пойдемте, мужчины, поганять. Это свежо. Слушайте, ну, это уже не передать камерой. Все очень современно, все очень стильно сделано. Вот такие вот у нас убор, ну, представьте, это же вообще высший класс. Очень давно, прям, у меня было огромное желание собирать своих близких, друзей, товарищей. Создавать вокруг себя такой комьюнити, сильный с ребятами, с кем можно и провести это хорошо время, и поделиться опытом, и в различных ситуациях поддержать друг друга, помочь. Поэтому сегодня у меня душа… Аккуратно, бро. Да-да-да. Душа у меня сегодня прям ликует от того, что мы сегодня собрались в поход. Не длинный, но он достаточно резкий набор высоты. Смотрите, какой вид открывается сразу на подножьей горы. Помню, полтора шага, ездили на четыре. Пойдемте. А то, что Грузии… Да, короче, круто получилось поснимать. Крутая картинка. Но это была жопа, когда ты гоняешь с огромной камерой и с этим огромным стедиком. В общем, чемоданы. Тяжело. Получается, как будто даже не отдыхаешь. Вот все, у меня тут такая, типа, какая-то мини-горняшка начинается. Перезагрузка операционной системы происходит. Тяжело. У-у-у-у-у-у-у-у! Короче, мы зашли до вершины. Тут такой вид. Ребята пришли первыми. Реплак немножечко опоздал. У нас всех собрал. Порти нам деньги. Я уже в кратце сказал, что тебе огромная благодарность, что вытащил у нас сегодня и то что мы с тобой обсуждали на бали что объединять ребят объединять аудитории и вот сегодня мы уже я познакомился с твоими друзьями и это очень ценно столько общих тем столько вообще тепла подклика вот с ребятами мы все живые люди и вот этой городской суете мы забываем об этом одессе чувствуется жизнь очень кучу блин кайф редкая выхожу на удивление сильно легко поднялся тихо здорово серега спасибо ты прям нельзя на всех собрал петуху вижу первую очередь тебе ты все-таки вырвал до меня я совсем не сигары конечно это моя любовь горы это спасибо тебе ну вот с ребятами познакомились пообщались с чачи попил я вам устрою сейчас подожди здесь серёга чуть какой-то фиаско переживаешь за за тормоза кстати левый толкар очень круто вот туда можно до взять пару два-три джипа туда дёрнутся ну кстати дешевле если с точки зрения денег смотреть проще будет докатить до бишкека там взять короче джип что он запонял ты у кого с кем проходил вода не просто сам я не одержал это шимбулакская вода он видишь не ну цикорий надеюсь не такой соединитесь этой тишиной пропустить ее через себя где-то вдалеке шумит вода где-то горит корелка ветерочек ласкает вас нежно нету никакой суеты не нужно никуда бежать торопиться что-то доказывать осознайте себя сейчас моменте осознайте себя сидящим на этом камне высоко высоко в горах и нашего окружение ну-ка балл Вот твои ощущения. Ты фотографируешь или снимаешь? Это то, что безусловно гора супер красивая, классная. Мы очень часто привыкли планировать свои дела, но зачастую забываем планировать свой отдых и время для себя лично. На какие-то минуты задумываешься, для чего ты живешь, что ты делаешь, с какой целью. Тебе не зугатывают? Да, там нету. Значит, ты налоги не платишь? Платим, человек платит. Платим, мы поднялись и спустились очень вовремя, потому что наверху набежала большая туча. Мне кажется, там сейчас... Жадный. Классно прошло. Чуды как-то мало верятся. Излечился, что-то ты ему дал. Чувствуешь свои плоды, плоды. Плоды работают? Свои работают, да. То же самое, только здесь немножко... Да, и повариха. Да, повариха. Как бы и все время вот, да. Повариха, привет. Повариха. 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 Перевел? Да, там же зарядка есть, и кто-то... Не, ну так, и еще быстро... Лука, можно перейти? Да. Так. У нас засада произошла. летом автомат короче такая ситуация что мы проезжали когда машина проезжала поднялся вот этот подъемник зацепила под он той стороны на бедер на нет только одна сторона хорошо я с той стороны принесли там этот видос с камер времен тесла недорого да да но он сегодня говорил все они просто может просто пишите надо брат машина дурная пускай богу бережет вот такими молись маленькими не на самом деле сегодня я максимально спокоен почему наверное потому что я что-то приобрел наверное что-то потерял финансовое ну что-то приобрел но сегодня весь день заметно да 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 притормазывают на китарас там сломался это знаками знаками да а ты еще много зубов вылечить все все будем все брат будет переживать все нормально не переживай его с ними всех счастлив серега потому что у него контент